13 долгих лет без соревновательной практики. Олимпийская чемпионка 2000 года Ирина Привалова, ныне большой спортивный начальник. Вытащить ее из чиновничьего кабинета смогли только организаторы ульяновской эстафеты и доверили ей один из этапов в команде правительства региона. Приглашение принято без раздумий, говорит прославленная бегунья, тщательно разминаясь перед забегом. Это не в кабинете сидеть. Это сложнее намного. А здесь даже устаешь, когда она приятная очень усталость. 270 метров в горку олимпийские чемпионки даются непросто. И отдышавшись Ирина Привалова констатирует. Результат не важен, главное – участие. Но через год обещает вернуться, чтобы бежать не для статистики, а навязать борьбу за медали и кубки. Я думаю, что следующая, 80-я эстафета, мы более серьезно подойдем, и правительство покажет высокий результат. То есть вас ждать через год? Да, обязательно. В своей зачетной группе сборная правительства региона осталась вне пьедестала. У команды четвертое место. И в целом приходится констатировать. Нынешние эстафеты – это словно продолжение эстафеты прошлого года. Большинство победителей 2022-го продлили свои успешные серии. Екатерина, Алексей и Семен Михалкины в третий раз подряд выиграли семейный забег. Мне казалось, что меня, конечно, догоняют, но не слышала шагов сзади. Поэтому было маленько поспокойнее. А вот там поворот есть. Это доставляет неудобства каких? Поворот, если честно, неудобства больше доставляет яму, которая вот в начале дистанции у нас. Но поворот, если там стоят люди, да. Если людей нет, то все хорошо. Ни поворот, ни яма, ни что-то еще не помешали сборной индийского района выиграть в пятый раз подряд. Победная серия индийцев началась еще в 2018-м. На год раньше началась гегемония сборной первой гимназии в самом массовом забеге среди школьников. Как и ранее, гимназисты финишировали с большим преимуществом над всеми остальными. Алена Ружицкая – это выпускница первой гимназии. Ныне учится в Ульяновском педагогическом. И впервые в этом году бежала за свой вуз. Дебют для победительницы первенства Повожия получился сверхудачным. Вместе со своими более опытными коллегами она принесла у ЛГПУ девятую победу подряд. У нас очень дружная команда, которая поддерживает друг друга не только во время эстафеты, но и те, кто в ней не участвует. Поэтому, я думаю, на всех этапах почувствовали поддержку всех. Сменился чемпион лишь в зачетной группе предприятий региона. Сборная УМЗ уступила пальму первенства сборной Авиастара. Но это не значит, что в следующем году история повторится. Потому что в будущем апреле эстафета пройдет в юбилейный 80-й раз. Михаил Рассашанский, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.